22 июня наша телерадиокомпания презентует новый документальный фильм «Фронт особого назначения». Он посвящается работникам потребительской кооперации Ненецкого округа, которые трудились в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Его премьерный показ состоится во Дворце культуры Арктика в 18 часов. 1941-1945 годы трудное для страны время, героическое для каждого. С одной целью на всех – победой над врагом. Одна задача – сохранить жизнь каждого жителя округа. Одна ответственность – без права на ошибку. Слишком много зависело от них. То есть и ты на фронт проситься будешь? Вуду? Не пущу. Здесь твой фронт. Особого назначения. Это было правильное решение – создать свою собственную продовольственную базу. Руководство Окрпотребсоюза обратилось ко всем сельским потребительским обществам. Агитировать никого не пришлось. Не пришлось агитировать и актеров, сотрудников Дома культуры. Роль председателя исполкома товарища Попова исполнил Денис Семяшкин. Председателя Окрпотребсоюза Зуева Михаил Малеев. Директор морского порта Валерий Дуркин. Съемки постановочных эпизодов проводились в здании морского порта под чутким руководством режиссера картины Марии Кравченко. Нинецкий краеведческий музей предоставил в качестве реквизита исторические экспонаты. Вся история фильма основана на архивных документах и воспоминаниях очевидцев детей войны. Консультантом фильма выступила Марина Калавангина. Фронт особого назначения. Третий фильм о героическом подвиге жителей Нинецкого округа во время войны. Путь подвига фильма «Бали на транспортных эшелонах» зрители увидели в 2010 году. В этом же году он получил шесть наград всероссийских конкурсов. Фильм в условиях военного времени стал лауреатом всероссийского конкурса «Смиротворец». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова